У меня были все кончено, потом с тобой время сбит. Так, брат, через начало мысли такие сходят, поехать сюда. Ди-ка! Так, успокойся, разговаривайте, сядь идем туда. А зачем она здесь вообще? Отведи ее в ту комнату. Поехать там, где городская елка находится. Пора желать Евангелие, поблагодарить. Кто согласен? Желаю еще. И сиди, отпусти дома. Через стенку рядом пройти не может падать, начинают играть. Пройдет здесь всего, только 70 шагов, убежит, говорят, 70 шагов. Так, повторяю, когда кончится концерт, ну там полчаса мы тут еще побудем. И хотим поехать на Благовестие. Кто еще хочет поехать с нами? Все нету. Так, хочу поделиться своими размышлениями о двух праздниках, которые мы знаем. Есть 12, 2 на 10 называется. Это Рождество, Крещение, Благовещение, все. И Пасха, Праздник праздников, оно 13 по счету, но оно не входит в счет. Праздник праздников, торжество торжеств. Я нигде об этом не считал ни одного святого отца, с кем знаком был. Вот сравнить одно с другим. И это открывает очень многое. У меня по счастям один день одно открывается, следующий день молюсь. Господь как будто другую страницу листает. Дальше. Здесь молюсь, пришел вчера, еще открылось. Записываю, прихожу, сегодня еще открылось. Вот, давайте себя мысленно перенесем в то время. Первые христиане, мы среди них. Праздник только один. Ну, Пасха не считается, сказал. Это Ветхозаветний праздник был, перешел в Новозаветний. Один, 14-го Несана. Еще никто не знал, когда. Пасха попадала у них в любой день недели был. Все время вместе было. Потом собор примет решение сделать отдельное воскресенье после Новолуния. Не меньше там 14 дней. И чтобы три дня было после воскресенья. И, наконец, вот она Пасха блуждает. Первый, единственный праздник у них был. Просто спрошу, кто знает? Подними руку. Один, единственный праздник был, первого апостольской церкви. Мы хотим туда вернуться. Не к тому, чтобы устранить, ликвидировать праздники, а остановиться взглядом на это. Почему они? Вот такой всплеск был у людей тогда. Сами рвались на костер. Сами по всему миру шли. Первый, единственный праздник был крещение Господня, Богоявления. И мы говорят, а Рождество разве не праздник? И его присоединили к этому дню и стали праздновать по-прежнему Богоявление. А Рождество сбоку, чтобы не забывали, что Христос родился. Вопрос, почему? Речь идет, что 30 лет тайной жизни Христа кончились. И написано, явлен был народу нас за Богоявление. Его никто не знал. Так не знал, что даже Иоанну Крестителю было сказано, кого увидишь сходящего духа святого вида голуба, он есть. Хотя у него родственник, на 6 мест только старший был его. Иоанн, Креститель, так успокойтесь. Не шевелитесь даже. Я выпросил с таким трудом у Бога то, что говорю, а вы сейчас тут лапшой будете менять. Христос родился. Родился по плоти. Что было духовное, старались скрыть. Иосип принял ее и скрыл, что взял невесту-то беременную. А у евреев так, если она до брачной ночи с кем-то была, прямо написано было, как у мусульманыча, привезти к дому отца и убить. Но она покаялась. Разговоров нет, ты пойдешь туда же. Вот так они их берегли. На одну минуту не оставляли. А сегодня где она ходит, на каких консилиумах, где она бывает, где она играет, где поет. Стопроцентная. Но бывало так, что грех есть грех. Бывало, что дочь священника и попадала вот такое. И поэтому они тщательно готовились к этой ночи. Крахмалили простыни. И после брачной ночи они сворачивали ее, подписывали, свидетели были. Смотрите, мы даем простынь чистую. А смотрите на ней. Знаки потери девственности. Законно было, законно. И бывало так, что муж на нее возводит. Я взял, а какой взял-то? Она уже где попала была. И они, говорят, растерлят перед народом, перед старейшими, президиумом, Верховной Думе простыни первой брачной ночи. По-нашему как? Это стыдно? Никакого стыда нет. Стыдно, что она потеряла девственность. А сейчас, говорят, могут сделать так, она что-то сделала, кровь какая. Ничего этого не было. Никто этого не знал. Она заходила, ничего у нее не было. Об этом даже речи нет, что какая-то подделка была. Но священникой оказалась дочка. Не на месте. Привезти к дому отца и не спешить убивать. Возведите костер, как Гриана Гуса. И сожгите перед лицом отца перед домом. Почему? Ему больше дано было, больше спроса. Мы христиане. Сегодня, говорят, 85% населения страны в России христиане. Значит, христианские дети в школах. В восьмом классе уже не могут, с трудом, может быть, могут найти девственность. Уже на вторую букву Б называется. Алфавита. Куда мы пойдем? Я говорю, что мне пришлось беседовать с мулами. Там имамы были или кто попал на такое место, где одни мусульмане. Я задал этот вопрос. Какой процент сохранности девственности у вас до брачной ночи? А они меня не поняли даже. А что это такое? Ну, я объяснил, когда... Только зачем такой вопрос? 100%. Мы даже с мусульманами, даже близко не годимся. Еще начинаем кого-то увидеть их, чурка. Он говорит, я не чурка, я человек. Это кинофильм «12» Никиты Михалкова. Так вот, при Рождестве мы будем сравнивать. Мы вдруг узнаем, два рождения есть. Приходит человек ко Христу, а Христос объясняет. «Надобно родиться свыше». Вот эти два рождения в биографии Иисуса Христа по-другому немного выглядели. Там, где родился в известной пещере, где там скот там был, где воскрес пещера, заметь, как сходится, там ангелы поют. На земле мир, а уже на мечи точит Ирод. Сейчас будет крик стоять, стон. Я не знаю, кто откуда взял. 14 тысяч мальчиков до двухлетнего возраста было зарезано. Сказали, родился царь. Ясно дело, если царь, а у меня династическая должна быть наследственность. Я готовлю для сына, сын для, ну, 300 лет династии Романова была. Нашелся такой монах Авелий и сказал, вот так-то и так-то будет. Но Петр Первый, Иван Грозный разрешил бы это говорить. Сразу немедленно рисовали, посадили. Как так? Я царь. И понять Ирода можно. Ушли, не сказали. Я просил, я бы в одном месте зарезал, а ну и все, и наследство так бы осталось со мною. И они ушли. Никаких доказательств нету. Поэтому, где? В приеме. Они сказали, где? Вырезать всех мальчиков до двухлетнего возраста. А почему? Два года назад появилась звезда. Здесь как? Здесь наоборот. Вот воскресает Христос, там родился свидетели, пришли пастухи, ангелы, на земле мир поют. А ангелы радуются. Почему здесь ангелы не радуются, когда Христос воскрес? Этой песни нету. Я стал все сопоставлять это дело и не могу понять. И стал молиться, и помаленьку Бог свет показал. Почему? Это по плоти было. Для ангелов плоть была неизвестна. Они впервые и увидели Христа, которому, может быть, миллиарды лет поклонялись там в вечности. И показал себя ангелом, написано. Первый Тимофеев. Показал ангелом себя. Здесь он показал. Если мир, где мир, когда сразу кровь невинных льется? Здесь по-другому. Идите и возвестите. В земной жизни Иисуса Христа 30 лет скрыты. В 12 лет один раз проявляется в храме был, отстал. Дальше ни один человек не может сказать, где он был. Другие говорят, выйди, учился там то другое. В Египте. Мы ничего не знаем. Ян Затауз говорит, чего нет в Библии, а то не рассуждаем. Теперь давайте подойдем к этому моменту. Христос воскрес. Узнали об этом те, кто отвечал за то, чтобы он не воскрес. Им дали денег. Чтобы они сказали, украли. Там никто не мог сказать. Христос. Говорят, ну тебя гонят в одном городе, беги в другое. Да что я буду бегать? Я трус какой. Сказано, беги. Ян Затауз говорит, ты что, стыдишься этой имени, что ты беглец? Великий беглец бежал в Египет. Явился ангел и сказал, беги. Не шагом шагай. Иосиф взял Матерь Марию Христа и ушел в Египет. Где он там был? Сколько? Ну, считает, около двух лет. Рождество Иисуса Христа внесло сумятицу в земную царство. Я просто вешки проставляю. Ну, знаете, от рождения какого-то, где-то кому-то явился, какое-то время, у мусульман другой отсчет идет. Когда-то в Медину, там, в Мекку пошел. Откровение было Джибраила, основатели их веры. От этого отсчет идет. У христиан идет 531 год, 532. Отчет идет от императора Диоклетиана, самого лютого гонителя. Насколько все ненормально, то почему? Мирская власть все еще здесь диктует условия. Давайте считать от революции, от 17-го года. Давайте там от смерти, от рождения вождя. В Новом Завете ничего этого нет. Христос воскрес и все замерло. Он является 40 дней. Полное молчание. Сидели, Христос являются к ним запертые. Никто никому ничего не говорит. Почему? Вера выше на первое место. Доказать ничего нельзя было. Вот по рождению, а это обыкновенный человек. Да он родился от Иосифа. Сегодня так говорят, баптисты и другие. У него еще были дети от Иосифа. Здесь вообще ничего нельзя было сказать. Христос воскрес, пустой. Ангелы сказали, а доказательств никаких нету. Вера. Уверенность в невидимом. В невидимом. А это невидимое было. Самое большое чудо, которое совершилось, это трехдневное воскресение Христа. Земная история кончилась. А вот теперь начинается другое. Ну, кто там явление сказал? Явление Христа народу. 20 лет там Иваново рисует картину. В Третьяковской галерее она. Эта картина есть. Воскресение Христово рисует, но никто не знает. Никто не видел. Как воскрес? В какое время? В час ночи, в два, в четыре. Но было темно. И поэтому принято так. 12 часов ночи, и уже Христос воскрес, поется через 10 минут. В любом храме здесь. И вот мы смотрим, как по-новому все идет. Господь вдруг говорит, сидите и ждите. Амтракт молчания еще 10 дней. Еще никто не понимает, что будет дальше. А дальше будет то, что называется главным праздником благовестия. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Вот это должно коснуться сердца каждого человека. Глухонемого, слепого. Я рассказываю про Георгия Иннокентьевича. Это был, дядя Гоша приезжал из города Каннска. Шести лет, а слеп полностью. Водой смыло, песком засыпало глазам. И как он благовествовал. Границы его знаний. Даже отец Геннадий, ныне доктор богословия, не мог определить. Он одну беседу только прослышал. Я с отцом Дмитрием Дудко беседую. И он сказал, а кто это? Ему сказали. На меня назвали. И он сюда приехал. И приезжал, кажется, 4 раза. Костоянский край. Два раза один, без провожатых. Какую бы я ни взял сторону, он знает. Я считаю, большие поэмы Натсона, Некраса, он все наизусть знает. Жития все знают, и какого числа. Почему он искал этого? Давайте возьмем этот пример. Ученики ничего не знали. И ты говоришь, а учить они некогда. Молись. Открой душу Богу. И ты увидишь, как наполнит Дух Святой. Говорит, сидите и ждите. Облещайтесь силою. Почему сегодня, вот я говорю, кто пойдет себе на благовестие? Видите, как он? Все. Это не надо куда идти, вот оно здесь. Вначале нас тут было больше, человек 20 так активно. А остальное пришел, ушел. Общины не нуждаются. На богослужение еще приду. Община не нуждается, трудно задержаться. Община это наиглавнейшее. Господь, говорит, пришел собрать воедино. И будьте как кисть виноградная все вместе. Если кто не считал сочинение Карла Маркса на пустном вечере, а 15 главе он написал, как мы все вместе, как седина идет сок, как они дружно эти ягодки. Он все объяснил, почему и создали свою партию. Дальше будет только подражание в дурном виде. И подражать нельзя этому воскресенью. Это все в Боге. И поэтому дальше идет история, которая нас сегодня захватывает. Мы вошли в эту историю или нет? От какого дня мы начали отсчет своей биографии? Момент, как родился, это все делают. А вот когда ты родился свыше. Не крещение. Крещение это завершающий акт. Когда Бог коснулся сердца. Я неоднократно говорил об этом. Сегодня мне сбросили. Вот вы, незнакомый человек, откуда там, с Испанией, где-то. Отовсюду, в интернете. И говорят, вот вы разбираете канон Андрея Критского. И поставили его на три ступени. Тысячи сто лет. И никто этого не видел. А почему? Почему вам это доверено все время впереди идти? Я молился. Я понял. Весь канон написан для оглашенных. А молятся верующие. Первая ступень, которую написал, это простительная. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Все время. В 254 события библейских он обратил на покаяние. Почему дальше он не двинулся? А чем это было вызвано? Тем, что он поставил подпись. А напи ему произнес, в 6-м Масиленскому собору. А потом махнул. Что я наделал? И это выстекло из него, как помилуй меня Божьего Давида. Два смертных греха сделал, и пожар начался. Сегодня 50-й псалом самый популярный во всем мире. Во всем мире он считается перед утренней молитвой. В утренние молитвы ходят. Здесь вы все время его считаете. И далее все берет на себя Дух Святой. Почему Иоанн Златоуст говорит, не деяние апостолов, а деяние Духа Святого. Теперь скажи, ты коснулся этого, нет? А в чем оно заключается? Вы должны бы вопрос задать. В рождении свыше. Благовестие. И когда страшный человек, ему никто не подходит, Бог сам начинает благовествовать. Ну бывает такой палач. Кто Сталину заблаговествует? Ну одно слово тебе живого нету. Он идет, и все знают, идет Дамаск. Когда Бог открылся, Ананя затрепетал. Господи, ну сколько зла сделал. На нем тысячи убитых людей. Пришел сюда сейчас. Он найдет все, у него свое КГБ работает. ГРУ тут работает. Господь, это мой сосуд. Ты иди, ты узнаешь, что с ним. Бог отслепил его, сбросил. И заговорил сам Бог. Трудно тебе идти против рожна. Поэтому никогда не смотри на свою биографию. Ты в заключении был, там наркоман. Я просто к примеру говорю, сегодняшняя болезнь. Если Христос в тебе встретился, начинается новая жизнь. Вот Виктора Николаевича помянули, и он из них. Вот Николай Павлович. Мы проехали очень далеко. Очень и очень далеко. Как могли, где-то говорили, где-то собирались люди. Но везде делали дары вот из этих книг. Полный комплект. Это было наше свидетельство миссионерское. Два человека. Местия только два. Апостолы сидели вместе. А как Дух Святой сошел, все разделились по двое, написано. Господь избирает дополнительно 70 человек. Ну и идите, на две группы разбейтесь. По двое, написано. И пошли по двое. Александр, неуступающий апсалтырь. У него 70 учеников. И разделил по двое. Считай, сколько раз ты сказал. Кирилл и Мефодий. Двое. Моисея и Арон двое. Откуда миссионерский отдел взялась? Это подделка не от Бога. Нельзя, не может того, и почему. А там никого нету. Поэтому рождение свыше, это воскресение из мертвых. Но оно начинается там. Принял ли ты, уверовал ли во Христа, рожденную в Весельемской пещере? И он начал вот так вот сравнивать два события из жизни Христа. И увидел одно из таких выражений апостола Павла. Если Христа мы знали по плоти, то отныне не знаем. Как так? Христос, который был по плоти, он жаждал, говорит, жажду. Он хотел есть. Ученики пошли купить. Он, уставший, спал на возглаве лодки. Такого Христа, который уставал, который также молился до мину и чаши, нет этого. Теперь мы знаем Христа только воскресшего. Поэтому, а вот смотрите, я стал смотреть по всему миру. Какой сегодня праздник самый главный-то? У всех. У протестантов главный праздник это Рождество. Тут и идейку колят, тут и министр поздравляют друга. И вот, выходные дни даже здесь вот. В России дали выходные дни, во всем мире. А на Пасху нету. Значит, Пасха вообще никак. Ну яйца и яйца, поели, и дальше что? А дело-то не в яйцах. Даже мы на Пасхе-то извратили яйца. Толкование какое? Скорлупа, гроб. Там находится жизнь. Если она в правильное яйцо будет, то вывезется. Птица и полетит. Так, а вы сварили, подаете мертвящину. Поэтому, если хотите поздравлять яйцом, запомните. Ты можешь сверху там покрасить, нарисовать крестик, но только сырое. Чтобы ясно было, что здесь жизнь. И сейчас при определенной температуре птица полетит, чтобы душа моя пошла в Богу. Даже в этом и то у нас все как-то... А здесь вообще ничего нет. Вот крещение начнут в воде. И главное, как сделали? Сегодня снимок поставили. Снимок. Владимир Владимирович Путин в воду зашел. Ну, конечно, тут охранники. Вот с какого года? 15. Там люди пишут. С 15-го года купаются неудачно. Может быть, в этом году удачно искупаются. То есть, чтобы не вынужден из-под ольга. Это понятно, о чем говорят. Мы должны молиться, чтобы Бог сохранил его. Потому что подойти как людям, надо знать, как подойти. А я, говорю, ему так врезал. Ну и врезал, что человека перевезли, говорит, он горел. Мы едва пожар потушили. А его осмотрели и говорят, да у него, говорит, переломов больше, чем обожжились. А он в сознание пришел, говорит, дураки, они пожар-то лопатами тушили на мне. Вот мы так разговариваем, когда с человеком-то. Он израненный, еще более израненный пойдет. Ты щетка поставь, и я говорю, Господь, приведи место писания. Вы помните, я в прошлый раз говорил. Одного звать Стив, это Степан. А другой Джастан. Я нашел, что это юстиниан, американцы. Поздравления получил, все. И есть такие ваши переписывания, что они могут приехать сюда. У второго 14 детей. В 14. Ну, 7 у него приема на этом. Если все будет благополучно. Уже тролли на него выехали вчера. И начали троллить его. А тролли это подземные бесы в скандинавских странах. Ну и мы сказали, то есть они заливают грязи, не ездить туда, там то такое, то такое и проще. И уже узнали, высчитали. И мы сразу сообщили, он говорит, а я молюсь, и поздравил меня ночью, а я его. Вот я хотел сказать, сравнение. Теперь нужно сделать так. Я родился тогда, а у меня было ли нет воскресенья? Ну, подожди мне, как я Христу, Павел говорит. У него было рождение то и другое. А второе воскресенье будет в вечности. Было ли у меня это или нет? И если тут грань какая-то. Я был мертвый, я остался мертвый. Только буду думать, как подковырнуть под кого-то. Верующий в первую очередь думает, как угодить Господу. На разных словах, которые мнение людей, это не на 20-м месте даже. Итак, Господь да поможет нам. Исследуйте, написано в Писании. И далее. Исследуйте самих себе. Верили мы. Богу слава вовеки. Аминь.